Я тут недавно заявлял, что у Яндекс.Дзена нет конкурентов, и что Пульс от Майл не сможет конкурировать с Яндекс.Дзеном по одной простой причине, что у Яндекс.Дзена больше денег. Насчет денег я, конечно, не знаю, но насчет конкуренции, похоже, я немного поспешил с выводами. Пульс от Майл – площадка, которая, конечно, немножко помоложе, чем Яндекс.Дзен, даже сейчас авторы продолжают что-то там доводить, доделывать, но даже сейчас меня радуют некоторые заявления авторов этой площадки. Вот один из примеров. Команда Пульса заявила, что у них не будет таких ситуаций, когда они авторам ответят «Так решил алгоритм». Ну, как бы это уже намекает на человеческий подход к авторам. Посмотрим, как там будет дальше и что будет дальше, но уже вот сейчас есть такие зачатки. И это далеко не единственная вещь, которая мне нравится в Пульсе, там в правилах прописаны вещи, которые мне действительно очень сильно нравятся, но об этом чуть дальше. А сейчас вот я расскажу о том, в чем главная сложность. Главная сложность в том, чтобы попасть в Пульс. А это Кретов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «Нравится» и мы начинаем. Раньше, насколько я знаю, нужно было подать заявку, дождаться ответа. Многих просто не пропускали, не пропускают и сейчас, но сейчас ситуация немного упростилась. Дело в том, что где-то с 20 ноября можно попасть в Пульс по инвайтам. То есть авторы, которые уже есть в Пульсе, а у них появляется некоторое количество инвайтов, и они могут скинуть их друзьям своим. Ну, вернее, не друзьям, а авторам, которых они знают и которых уверены на 100%, что это нормальный, хороший автор. Человек, который получил такой инвайт, я, кстати, тоже получил недавно такой инвайт, и как бы тестирую немножко площадку, смотрю, что там. Ну, так вот, получаешь такой инвайт, вводишь название канала, описание канала, логотип канала, и идет такая коротенькая первая проверка. Она длится буквально несколько часов, если все нормально, то можешь публиковать материалы. После этого нужно опубликовать первые 10 материалов. Они в ленте не транслируются, читатели их не видят. Но как только ты их опубликовал, ты пишешь на почту им заявку, что прошу одобрить монетизацию. После этого канал проверяется, все публикации также проверяются на соответствие требованиям, и если все нормально, то, в принципе, тебя монетизацию одобряют, и ты можешь публиковать и дальше материалы. Если что-то не так, то тебя, возможно, попросят это исправить. Ну, то есть, я не встречал упоминаний о том, что кого-то наглухо прям банили, и это надо сильно постараться и нарушить, наверное, все правила. Правила, в принципе, на площадке очень сильно похожи на дзен, тут есть и шок-контент, тут есть и кликбейтные заголовки, детальное описание трагических событий, вот это вот все реклама казино, это все, конечно, запрещено. Но есть некоторые правила, которые немного отличаются от Яндекс.Дзена, и которые можно немного трактовать по-другому. О правилах я расскажу более детально в конце, а вот тут вот я сошлюсь на тревел-маньяка, который уже, в принципе, давно на этой площадке, ну или не очень давно, неважно, он сделал пост на тему того, кому уже отказали в пульсе. Ну, то есть, не категорично отказали, а попросили исправиться. Вот, там перечислено несколько категорий людей, вернее, авторов. Это, как ни странно, оказались авторы, которые ведут дневниковые записи, ну, то есть, вот рассказы о своей жизни. Что немного удивительно, потому что на Яндекс.Дзен такой контент, наоборот, приветствуется. Ну, как пример, вот я рассказывал о том, что у меня канал Игорь Кретов вырос, а он вполне себе дневниковый, а канал по истории, наоборот, очень сильно просел. Так что, кажется, на пульсе все немного наоборот. Но об этом я смогу сказать точно только, когда более длительный период потестирую эту площадку. Вторая категория вытекает из первой. Это те, кто злоупотребляют заголовками, увидел, показывал, открыл, посмотрел, открыл, показал, залез, удивился. В общем, вот такие вот тоже вполне себе дневниковые, кстати, записи. Ну, и тех, кто просто скопировал свои статьи с Яндекс.Дзена и не исправил там ошибки, какие-то ссылки. Например, человек пишет, в прошлых статьях я рассказывал вам о том, что там то-то и то-то, а по факту ты смотришь, а у него там статьи-то, блин. В прошлых статьях он ничего не рассказывал, потому что это первые статьи. Или какие-то ссылки оставил на другие материалы из Дзена. То есть, если ты не постарался, не прочитал свои статьи, а какие-то ошибки не исправил, то тебя тоже не одобрили. Вернее, попросили это все исправить. Ну, и еще интересный для меня момент, тот же пост тревел-маньяка, а может и не тот же пост, какой-то другой пост, но суть в том, что он говорит о том, что те заголовки, которые работали на Дзене, нифига не работают на пульсе. Ну, то есть, вот эти длинные заголовки с какими-то такими вот завихрениями. Читатели просто видят их и проходят мимо. Там объясняется это тем, что люди просто заходят в пульс, и они привыкли к серьезным СМИ, к каким-то серьезным упоминаниям. А тут они видят статью формата, Вася из 10 класса решил написать, как у него прошел день, и им это не нравится, и они просто ее проматывают дальше. Я тут немножко, наверное, не соглашусь, мне кажется, что дело не в этом. Ну, то есть, мне кажется, это так не работает, что Андрей Петрович, когда сидит на Яндекс.Дзене, то с удовольствием кликает такие заголовки. А тут он перешел на пульс, смотрит, видит это и думает, ох, непорядок, на пульсе я такое кликать не буду. То есть, площадка не решает, дело не в площадке, а в аудитории. Скорее, тут Андрей Петрович сидит и кликает вот эти все статьи на Яндекс.Дзене, а его сосед Прокофий Иванович сидит скорее на пульсе, и когда он видит заголовки такого формата, то он их пролистывает. То есть, разная аудитория, на мой взгляд. Но я могу тут, конечно, ошибаться. Теперь вернемся к правилам пульса. Как я уже сказал, они во многом схожи. То есть, кликбейт, шоп-контент, все это понятно, материалы 18+, нельзя, но есть правила, которые немного отличаются от того же Дзена. Например, на Яндекс.Дзене вполне себе можно очень часто встретить какой-нибудь не очень понятный заголовок. Типа, Одиссея, полет 18, не знаю, но что-то такое. Понятное дело, что у такого заголовка будет низкая кликабельность, если читатели вообще не понимают, о чем идет речь, им как бы и не очень интересно. Так вот, на пульсе заголовки такого формата вообще запрещены. Там приводится в пример заголовок формата удочки подборка 16. Кстати, на мой взгляд, вполне себе понятный заголовок. Ну, то есть, удочки, и будет подборка какая-то, уже 16-я часть выходит. Ну, тем не менее. Такие заголовки для пульса, по правилам, уже не очень хорошо. Что еще? Еще жаргонные слова, типа бабло, тачки, разборка, стрелка, там, я не знаю, понты, развод, вот это вот все запрещено, и как бы туда им и дорога. Мне кажется, многие авторы Яндекс.Дзена после прочтения таких вот правил сплюнули свои семечки и даже подпрыгнули на картах. Но, к счастью, на Яндекс.Дзене таких тоже не очень-то и много. Вернее, они не добиваются больших результатов. Единственный пункт, который меня в правилах немного смутил, это запрет на использование слов усилений. Ну, типа, действительно, реально, буквально, на самом деле, такие вот слова нельзя использовать в заголовках. Видимо, это связано с тем, что пульс не приветствует материалы, которые в виде дневниковых записей, опять же. А вот эти вот все, на самом деле, реально, действительно, они чаще и применяются в дневниковых записях. Получается, что заголовок «Показываю, как на самом деле выглядит камчатская рыба» для пульса просто страшный сон. Еще запрещено размещать изображения людей в нижнем белье или обнаженных, но тут, в принципе, все понятно. Единственное, непонятно, насколько это вот широкое понятие, то есть люди в купальнике. Это запрещено или не запрещено, опять же, на пляже? Или, скажем, какие-то старинные картины, где изображены такие люди? В общем, по этому поводу пока что больше вопросов, чем ответов. Но я думаю, это можно будет скоро выяснить в технической поддержке, которая должна отвечать более оперативно даже, чем в Дзене, потому что авторов не так много. Но перейдем к моему самому любимому пункту в правилах пульса. Вернее, там даже несколько пунктов. Там упоминается вот что, что запрещены материалы медицинского характера, когда ты даешь какие-то советы по лечению, не являясь врачом, либо призываешь людей лечиться альтернативной медициной, отказываться от традиционной медицины. Например, использовать вместо нормальной медицины гомеопатию, которую, как мы знаем, вообще не работает, и это уже наука. Так вот, хорошо, что они об этом написали прямым текстом. Но и это еще не все. На пульсе запрещены материалы про мистицизм, эзотерику, конспирологию, уфологию, астрологию, в том числе гороскопы, материалы про суеверие и приметы. Про то, как с этим обстоят дела на Яндекс.Дзене, я рассказывал в одном из своих видео в подсказках «Прикреплю его». Кстати, видео, на котором набралось больше всего дизлайков, и видео, после которого от меня отписались больше всего народу. Так вот, еще раз повторюсь, все это антинаучная фигня, и приятно, что на пульсе прямо об этом говорят. Ну и чтобы окончательно огорчить сторонников всяких энергетических шаров и темных сущностей, скажу, что я, в принципе, смогу опубликовать такой контент на пульсе. Ну, я имею в виду про эзотерику, сверхъестественное и мистицизм, потому что критические обзоры на это все не запрещены. То есть я могу спокойно говорить, что это все ересь. Вот так вот. Не очень справедливо, зато правильно. Ну, на данный момент я пока что просто завел канал на пульсе. Я опубликовал там пока 4 статьи, и то я их немного буду перерабатывать, то есть добавлять какую-то информацию, добавлять какие-то ссылки, чтобы они выглядели более авторитетными, эти статьи. Думаю, когда я закончу, опубликую эти первые 10 статей, то как раз вот подам заявку на монетизацию и посмотрим, что из этого выйдет. Об этом я, конечно, вам расскажу в следующих видео. Из того, что я уже увидел, поработав в редакторе пульса, ну, он, в принципе, не так уж сильно отличается от редактора Яндекс.Зена. Единственный момент, иногда он более удобен. Скажем, вот когда размещаешь там какую-то картинку, вставляешь и подгоняешь абзац текста ниже кнопкой Backspace, пытаясь убрать вот этот пробел, то если нажмешь случайно один днешний раз, то картинка не исчезнет. То есть он ее не сотрет, а просто перенесет к тексту туда выше. Плюс у картинки здесь есть специальная возможность редактирования. Чтобы ее удалить, нужно как раз вот перейти в свойства картинки, то есть просто так она не сотрется. Плюс в Дзене у меня постоянно проблема с добавлением галереи. Как только я добавляю какую-то галерею, у меня все сразу сбивается. Иногда просто статьи пропадают, правда опять потом текст возвращается, но глюки бывают. Возможно, это связано, кстати, с браузером, который я использую, а не с Яндекс.Зеном. Главная претензия к редактору Яндекс.Зен у меня сейчас немного в другом. Раньше там можно было вставлять прямую цитату и сразу указывать источник. То есть форматирование текста можно было выделить прямую цитату и в этой цитате, скажем так, выделить какой-то фрагмент, добавить ссылку, указать какой-то источник. Сейчас так сделать нельзя, они это убрали. Убрали они это потому, что они дословно цитируя заметили, что прямую цитату используют не по назначению. Но, скажем, в том же пульсе с этим вообще никаких проблем нет. Ты берешь цитату и сразу указываешь источник. Отлично. Зато из недостатков, которые присутствуют и там, и тут, это то, что нельзя настроить превьюшку. Скажем, у вас там превьюшка получилась для большой картинки обрезанная. Портрет человека, скажем, где у вас на превьюшку попала от подбородка до живота, скажем, картинка. И все, ничего с этим нельзя сделать. То есть, почему нельзя это изменить, я не знаю. Будем надеяться, что в дальнейшем эта проблема будет исправлена и на Яндекс.Дзене, и на пульсе. Ну вот, то, что знаю, то, что видел, то, что попробовал в пульсе, я вам рассказал, в принципе. Победит ли пульс в конкуренции с Яндекс.Дзен, в принципе, большой вопрос. Главное, чтобы тут не было как с монетизацией пабликов ВКонтакте. Сначала вроде авторы нормально зарабатывали, а потом все скатилось. Ну и второй большой вопрос, ответа на который я не знаю, это достаточно ли средств, я имею в виду денежных средств, у пульса для того, чтобы конкурировать с Яндекс.Дзеном. Все-таки Яндекс.Дзен это поисковик и это большая, огромная сеть. Вернее, не сам Яндекс.Дзен, а Яндекс как компания. Но у Майла опять же есть ВКонтакте, так что, возможно, мы увидим с вами битву титанов. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока!